В Урай завершился весенний призыв. Накануне прошла заключительная отправка ребят на службу в армию. О некоторых итогах призывной кампании поговорим с военным комиссаром города Игорем Бронниковым. Игорь Павлович, здравствуйте. Скажите, сколько еще молодых людей пополнили ряды Вооруженных сил России? Мы направили на сборный пункт еще 11 человек и задания на призыв весной 2023 года выполнили в полном объеме. Уже известно, в каких войсках будут служить новобранцы? Юноши будут проходить службу в частях сухопутных войск, учебных подразделениях. По своим моральным качествам они соответствуют предназначению. Игорь Павлович, а сколько всего человек подлежало весеннему призыву? Более 250 человек призывалось на комиссию. Призваны войска в районе 60 человек. О каких войсках еще идет речь? Если говорить в целом за призыв, у нас 10% категории годности А1. Они были призваны в части воздушно-десантных войск, спецназ, ГРУ в разведку, морскую пехоту, военно-морской флот и танковые войска с категории А. Ребята будут получать исключительно военно-учетную специальность в войсках и возвращаться домой уже в запас для того, чтобы быть готовыми защищать Отечество по подготовленному вузу. Игорь Павлович, что можно сказать о состоянии здоровья сегодняшних призывников? Состояние здоровья молодых людей остается на прежнем уровне, ниже среднего. Заболеваний проявляется все больше и больше, но мы понимаем, что у нас технологии совершенствуются и выявление заболеваний, поэтому появляется все больше и больше. Некоторые пытаются скрыть свое состояние, свое здоровье для того, чтобы попасть в хорошие элитные подразделения, но мы делаем все возможное, чтобы они по своему морально-деловым качествам состояния здоровья попадали в те войска, в которых могли бы проходить военную службу в полном объеме. Игорь Павлович, а много ли тех, кто уклоняется от службы в армии? И как сегодня решается эта проблема в Урае? У уклонистов у нас на сегодняшний день остается более 10 человек. На протяжении уже последних 5 лет юноши убыли без снятия с воинского учета в другие территории и города, и здесь их на территории нет. Естественно, проблема есть. Те граждане, которые уклонились и не призвались на военную службу, к ним будут применены административные кодексы правонарушения. И, естественно, вместо военного билета они получат справку, с которой будет проблематично трудоустроиться. Весенний призыв завершен. Не за горами очередная кампания. Как сегодня ведется организация всех мероприятий? Начинаем с 15 июля уже отбирать юноши в режимные воинские части с целью того, чтобы направить соответствующие сведения Федеральной службы безопасности для проверки и получения допуска к секретным сведениям. Данные граждане будут призваны в режимные воинские части. Завершить мы должны до 1 августа эти мероприятия. Очередной призыв осенний будет с 1 октября по 31 декабря этого года. Будут вызваны комиссии граждане, которые достигают возраста 18 лет и которые потеряли право на отсрочку. Ориентировочно будет призвано более 40 человек. Большое спасибо, Игорь Павлович. Телезрителям напоминаю об итогах весеннего призыва. Мы сегодня говорили с военным комиссаром города Игорем Бронниковым.